здравствуйте дорогие друзья приближается конец уже книги шмот приближается конец книги рассказывающие о начале путешествия в этом году по пустыне а это соотносится к нашей жизни и теперь сейчас вот через несколько дней мы начнем вдруг прерывается повествование рассказывается книга ваекра потом опять начинается бамидбар пустыня но для чего это говорят мудрецы для того что нам объяснить пройдено две пятых пути этого года уже и этот год две пятых проскочили и теперь начинается период ваекра со следующей недели тот период когда человеку уже точно надо независимо от того что он делал раньше просто взять листок бумаги посмотреть что он сделал в этом году построить какие-то планы посидеть один на один с собой решить что как он изменит свою жизнь причем если это не фиксировать и не писать это бесполезный разговор обратите внимание давайте немножко философии ведь любой чеком создатель творец там я там до конца на самом деле человек ведь если вы обратите внимание он играет в эту игру созданную без него уже все в мире было создано до человека мы берем существующие элементы известной конструкции независимо рождается ли ребенок или выращивается пшеница или там с машину собираем мы берем элементы существующие уже используем какие-то системы нажимаем переключим и приписываем себе конечный результат наших глазах именно собственные усилия создали продукт хотя в действительности мы сделали совсем немного мы только воспользовались установленными вот этими механизмами и то что уже существовало соединили в определенном порядке мы приписываем мудрость создателя системы тому кто додумался ее использовать вот это вот тут надо попытаться разобраться это ошибка ну например вот смотрите давайте возьмем колумба открывшую америку он открыл америку да нет он обнаружил ее он не создал ее не сотворил когда человек прикасается к могучим силам природы который это вред создал в этом мире он сам ничего не создает он открывает детали системы а бог управляет этим миром поэтому чек обнаружил какую-то часть механизмов созданных шесть дней творения для чего мы это разбираем потому что чем нужно знать свое место в этой системе смотрите написано в нашей недельной главе господь призвал бессалеля сына урита раби маша фонштейн он говорил что выражение кара ашента господь призвал употребляется только в отношении пророчества а ведь бессалель не был пророком и он объясняет раби фонштейн в пророчество явно открывается воля всевышнего но как существует прямое выражение его воли так и костяна исполнил написано его духом мудрости и всяким знанием о чем у нас вообще разговор идет если у человека есть какой-то маленький талант или какое-то желание или какие-то которые ты находишь в себе это призыв свыше осуществить и использовать их для работы на улучшение мира и слава того кто наверху как работал в мешкане как для строительства своего внутреннего мешкана где может обитать только написано построишь храма я буду обитать в тебе так и для создания места шхины в этом мире то есть еще раз человек должен создать место для пребывания бога на земле в том числе в своей душе но при этом точно знать свое место на этой планете ведь замечательный был вопрос если вы помните когда задал бог адам еще где ты до первому человеку после грехопадения и вот услышав вот такой вопрос душе который обязательно возникает написано перед книгами во икра каждый должен здесь он сядет там почувствует расслабиться не знаю как он медитирует он услышит маленький голос души который говорит ему где ты где ты и когда всевышний спросил человека первого где ты а этот вопрос относится каждому из нас бог не имел ввиду географические координаты он не имел ввиду точное время он имел ввиду выбранное направление этот вопрос актуален для нас сегодня фактически это вопрос о месте человека в жизни а место человека в нашем мире смотрите что происходит мире мы явно находимся в периоде прихода машех это ну все все приметы все все сходится один к одному осмыслить это надо надо сесть и понять что да сейчас хотя бы в конце времен начале периода машеха неужели я останусь таким как вчера неужели ничего вообще делать хотя бы не сяду не подумал и не услышал этот голос где ты многие люди пытаются проигнорировать такие вопросы даже когда не возникают или там бегом бегом я должен я вынужден так получилось то все эти попытки говорят мудрецы не более чем отсрочка все равно придется разговаривать душой и можно пытаться оправдать прошлое но настоящего и будущего в таком оправдании нет поэтому перед нами сегодня самое лучшее время для того чтобы ну немножечко задуматься о душе потому что она плачет она плачет она плачет брахавы от слаха